друзья приветствую вас в очередном видео это яков это канал здравость хотел сделать видео прогулки с яковом но возможно вы слышите как забывает ветер или если не слышите еще наверное услышите течение этого видео когда будут порывы вот ветер очень сильный и звук был бы просто невозможный поэтому я решил сделать его из машины вот это видео нужно и она назрела его стоит сделать вот и я думаю вы увидите почему последнее время мы на канале говорим периодически о йоге вот конкретно мы поднимали тему хатха йоги да то есть я записывал и комплексы и сурья намаскара это несколько месяцев назад было вот совсем недавно был выложен комплекс где-то примерно полтора часа для начинающих асаны то есть соответственно такой базовый комплекс который можно использовать как именно вхождение в хатха йогу вот и потом уже расширять так сказать диапазон и репертуар асан досмотреть где может какие слабые места да и соответственно их уже прорабатывать может более специфичным и так далее вот надо поговорить о том вообще что такое йога и чем она отличается от гимнастики да потому что большинство людей в современном мире воспринимает хатха йогу как набор каких-то упражнений да я раз за разом слышу то есть здесь например вот где я сейчас нахожусь в сша это очень распространено то есть у людей вот это слово йога ассоциируется со словом гибкость и растяжки то есть нужно значит йогой заняться чтобы вот как-то там порастягивать тело и что-то с ним поделать вот и на этом вроде как все заканчивается то есть получается что люди воспринимают это как голую физуху вот это в корне неверно да и как бы именно в этом видео я хочу поговорить о том как делать йогу йогой и не делать ее гимнастикой да то есть я надеюсь что смотрящий этот канал или это видео или уже как бы хотят заниматься йогой не для того чтобы сделать какие-то красивые фото в инстаграм или еще что то вот а вот именно для какой-то более глубинной глубокой работы с умом вот как этого достичь и вообще в чем разница вот давайте обсуждать то есть гимнастика йога да вот казалось бы есть гимнасты это достаточно гибкие люди то есть может быть какие-то циркачи акробаты или кто еще на ум приходит то есть это гибкие люди и в принципе в принципе они могут сделать но наверное многое может даже больше чем какой-то там средний йог или занимающийся вот именно хатха йогой то есть там сделать какую-то сложную фигуру там куда-то ногу руку засунуть скрутить себя как-то да и так далее вот и как бы в чем разница почему эти люди вот именно в каком-то духовном плане или в плане работы с умом часто они не то что не продвинуты но на самом деле у них достаточно все печально да если посмотреть на какие-то другие аспекты их жизни мы сейчас никого ни в коем случае не осуждаем просто пытаемся говорить вот ну именно о том что мы можем наблюдать и какие-то делать делать какие-то выводы до основываясь на этом то есть почему почему так происходит вот моя такая теория гипотеза которая все больше больше проверяется моей практикой именно до занятиями и хатха йогой и медитациями другими вещами состоит в том что как бы внимание направляется не туда да и очень часто эти люди которые циркачи гимнасты и так далее так далее вот они этим занимаются в принципе с раннего детского возраста вот но опять же они этим занимались именно на физическом уровне то есть чтобы достичь вот определенных физических фигур то есть в гимнастике ценится что значит какое-то там грациозное какая-то какое-то выступление да какая-то сила там гибкость и так далее так далее то есть прорабатывает ли это ум безусловно потому что любой любая возможность контроля тела да то есть какая-то способность что-то телом делать это показывает определенную композицию такую компактность ума то есть ум не не такой рассеянный как допустим у обычного человека да но опять же это не такой абсолютный критерий это просто скажем так ну для для общего понимания что в принципе в общем так работает да то есть значит к чему мы пришли сейчас на данном этапе этого рассказа то есть получается что да эти гимнасты что-то делают да что-то это им с умом помогает делать но что-то они упускают да такое что есть у йогов которые йогой на занимаются нормально да имеется то есть под йогами мы понимаем не инстаграмных йогов а именно каких-то таких людей ребят там не знаю каких-то персонажей которые этим занимаются именно для каких-то более глубоких вещей вот как я уже на выдал такой секрет да все дело состоит в том куда направляется внимание уже много раз да я уже говорил на этом канале что самое важное компонента вообще самая ценная вещь нашей жизни это наше внимание вот то что я сейчас рассказывают эта гипотеза она в принципе это еще раз подтверждает и она еще раз отлично вписывается вот в то заявление что самое главное в нашей жизни это внимание то есть йога от гимнастики отличается тем куда направляется внимание что это значит это значит что когда конкретно выполняются асаны то внимание должно направляться вот именно например в те ощущения которые эти асаны вызывают или например в крайнем случае к дыханию или может быть будет какое-то какая-то комбинация дыхания ощущения да но в целом вот внимание должно находиться в теле и наблюдение должно происходить именно за тем что происходит в теле что будет происходить если этого не происходит то есть как это работает то есть представьте вот у нас есть какой-то персонаж который пытается начать заниматься хатха йогой у него есть какие-то закрепощения да и часто можно значит слышать такие теории гипотезы мнение что ну вот то что что как бы приходит с нами в нашем теле, то есть то, какое у нас есть тело, это результат всех наших прошлых действий, да, соответственно, если, например, там жестко закрепощены ноги, как бы нижняя часть ног, да, там какие-то колени, не знаю, что у нас есть еще там, голени и так далее, то есть это какие-то нижние меры, например, в плане каких-то кармических деяний, то есть в районе, например, тазобедренных суставов это больше такие эмоции, как, например, зависть, может быть страх какой-то, то есть такие вещи, вот у мужчин, например, в задней поверхности ног, то есть почему она тугая бывает, это вот эта тревожность, страхи, то есть вот это все там закрепощается, то есть даже на уровне биологии, посмотрите просто, то есть когда нас что-то пугает, у нас получается такой вот рефлекс включается, да, или бежать, или драться, что называется, по-английски fight or flight, или то, или другое, но и то, и другое, это всплеск адреналина, и получается, что у нас сковываются мышцы, то есть страх иногда вызывает вот такой вот зажим, то есть и там в ногах то же самое, то есть ноги, вот эти вот бицепсы ног, они сковываются, то есть это готовность бежать, вот, ну и получается, если страха вот таких вот ощущений было много-много накоплено, то, соответственно, будет такого, ну такого типа тела, вот, и допустим этот персонаж начинает заниматься. Занимаясь он, во-первых, то есть если он будет правильно направлять свое внимание, именно следить за ощущениями в теле, они будут не очень приятными поначалу. Так, когда я начинал заниматься, я помню, что, ну, я в буквальном смысле первые несколько месяцев оставлял лужу пота на коврике, то есть и некоторые асаны или какие-то позы, они просто вызывали даже непроизвольное, как бы, слезоточение, то есть получалось так, что, ну, видимо, были какие-то уже эмоции очень грубые, которые выходили, то есть они были, сидели именно на поверхности, то есть это низковисящие фрукты такие были, вот, и буквально там в первые месяцы занятий, то есть это все выходило. Да, из этой же оперы, как где-то, значит, я видел то ли нам куда-то в комментарии, то ли просто я где-то видел, значит, писал человек, что вот, мол, как вы можете йогой заниматься, я вот начинаю заниматься, и у меня не успокоение, которое я ожидаю, а у меня наоборот, как бы, начинает какая-то злость появляться и так далее, и так далее. Ну, на что я ему ответил, что, как бы, радуйтесь, потому что йога и ваши асаны, они уже работают, то есть они, в принципе, начинают выкручивать вот эти все вот эмоции, вот эту злость из вас, да, и это очень хороший знак. Вот, но возвращаясь, значит, к нашему персонажу, то есть эти неприятные эмоции, они возникают, значит, он будет что-то прорабатывать, при этом, если он направляет внимание в эти места, проработка будет происходить достаточно быстро, да, что такое быстро, это зависит от каждого человека, то есть это абсолютно индивидуально, у кого-то что-то займет, там, несколько недель, у кого-то несколько месяцев, а у кого-то несколько лет, а кому-то вообще, может быть, что-то будет не дано, вот, но вот эта неданность, это совершенно не причина чем-то не заниматься, то есть, вот, как бы, это вообще, наверное, тема для отдельного видео, то есть, непривязка вот именно к каким-то целям, непостановка целей, мы уже делали видео об этом, непривязка к плодам, то есть, это все из этой же, из этой же серии, просто именно вовлечение в сам процесс, да, и именно занятие самим процессом, вот. Если такой персонаж не будет именно внимания четко направлять на вот те ощущения в теле, да, находиться в теле, то прогресс будет медленным, но, как бы, он будет достаточно более медленным, он будет, не знаю, там, в какое количество раз, но прогресс будет, вот, и именно в этой разнице, то есть, прогресс будет другого типа, вот, что это значит, вот, я сейчас попытаюсь объяснить, это будут некоторые такие метафизические вещи, возможно, но, как бы, вот, примерно к таким выводам я пришел на данном этапе, то есть, в любом случае, у человека будут прорабатываться какие-то кармические вещи, то есть, он принес с собой вот это тело, вот, как бы, его багаж, то есть, физика, она отражает то, что, как бы, человек имеет, то есть, его поступки, состояние его ума и вот все эти вещи, то есть, это вот такое вот все целое. Начиная работать с собой, то есть, в буквальном смысле, как бы, прорабатывая вот физическую часть, то есть, у нас, получается, физика и ум, они вот так вот завязаны, да, это такие вот две вещи связанные. Мы можем через ум начать с физикой работать и можем с физикой начать работать с умом. Вот, в данном случае, то есть, мы через физику начинаем воздействовать на ум. Вот, и получается, что, конечно же, ум у такого человека будет несколько меняться, но меняться он будет в намного более меньшем количестве. Вот, при этом, такой человек может даже заполучить очень серьезную гибкость, то есть, он может полностью развиться, раскрыться вот в этих асанах, вот, и будет казаться, что, ну, он такой вот йог, да, ну, хотя он, наверное, будет инстаграмный йог, да, если он, как бы, будет этим заниматься. Опять же, мы не говорим, что там все, кто когда-то там ставил фото на инстаграм, что они, как бы, неправильно работают с умом, мы просто не знаем. То есть, скорее всего, людей, которые делают это неправильно, большинство, ну, просто так устроен мир. То есть, пирамида всегда должна торчать вверх, то есть, всегда будет огромное число людей где-то внизу, да, и где-то, где-то, где-то пирамида будет, как бы, наверху, будет малое количество людей, которые действительно делают это правильно, что называется, да. Ну, опять же, что такое правильно, это сейчас еще через секунду. Вот, то есть, мысль, которую я пытаюсь донести, не направляя свое внимание, такой человек, он бездумно растрачивает вот то закрепощение, которое, с которым он пришел. То есть, казалось бы, ну, странные вещи говоришь, но я сейчас поясню. Закрепощение, с которым мы приходим в этот мир, это огромная благость, это как дорожная карта. То есть, если человеку уже даны определенные закрепощения, это благость, потому что ему было, ну, явно, явственным образом показано то, на чем ему нужно работать. Вот, самое лучшее, что он может сделать, это сделать эту работу оптимально, то есть, по максимуму использовать эти закрепощения. Да, это значит, по максимуму, занимаясь хатха-йогой, направлять это внимание внутрь, и таким образом, максимально беря вот это КПД, для проработки каких-то эффектов ума. Да, давайте дам пример из випассаны. То есть, если кто-то занимался випассаной в традиции Гуэнка, там скажут такую, значит, вещь, что вот когда вы сидите, например, пытаетесь там концентрироваться, да, или как бы уже випассаной занимаетесь, вот, то, например, всплывает какая-то боль, допустим, в ногах. Вот, и там открытым текстом говорят, что вот эти неприятные ощущения, которые всплывают, если за ними правильно наблюдать, то это огромная благость и огромная возможность именно проработать свой ум, потому что если мы не наблюдаем за этим правильно, то есть, получается, мы бездумно тратим вот те ощущения, которые всплывают, если мы за ними ровно просто не пронаблюдали, то мы на самом деле засадили себе проблем. Возможно, что-то там чуть-чуть проработалось, но мы на самом деле засадили себе новых, потому что мы не пронаблюдали ровно, да, и получается, или если мы не пронаблюдали вообще, то у нас на сознательном уровне ничего не случилось, но на более глубоких слоях ума там опять как бы получился такой проворот, то есть ум среагировал, да, на глубинных слоях, то есть мы просто этого не заметили, вот, и получается, что как бы мы ничего не сделали, вот это ощущение, это время, оно было потрачено впустую. Вот то же самое, ровно то же самое происходит в хатха-йоге, то есть это закрепощение, если мы, что называется, проработали его, вот, без осознанности, без вовлечения именно в тело, да, и без направления внимания в тело, то мы, по сути дела, растратили то закрепощение, которое нам было дано. Вот, мы растратили его не полностью, потому что, да, жизнь станет легче, то есть тело будет более гибким, как-то будет приятнее в нем находиться, действительно, какие-то поверхностные вещи из ума уйдут, то есть это все будет присутствовать, и в каком-то смысле, наверное, ну, польза есть. Вот, но, получается, я не хочу вот какие-то оценки такие, численные давать, но, допустим, если мы делаем это с осознанностью, мы получили 100%, вот, а если мы делаем просто, как, давайте опять такой термин, как инстаграмный йог, да, то мы, получается, получили 10% в лучшем случае. Вот, и именно в этом, опять же, возвращаясь вот к первоначальной теме этого видео, именно в этом отличие вот йоги, как она есть, да, от такой, давайте назовем, инстаграмной йоги, то есть куда направляется внимание, жесткая работа с вниманием. Да, и опять же, нужно понимать, что, ну, хатха-йога для большинства людей, это именно подготовка вот к более таким серьезным практикам, да, работы с умом. То есть кому-то, допустим, как-то везет, или так случается, что они сразу могут начать работать с умом, заниматься какими-то практиками. Вот кому-то нужно просто, ну, с телом что-то поделать, но не нужно думать, что это для фотографий. То есть это уже начинается работа. Вот как мне недавно написали, я не помню в каком чате, у нас уже несколько чатов, но так и написали. То есть там, по-моему, девушка писала, что, в общем, занимаюсь хатха-йогой, оказывается, что вот и там нужна осознанность, то есть и там получается медитация. Вообще, куда ни сунься, везде медитация. Да, ну, я, в принципе, не могу не согласиться. Конечно, там определение слова медитация, вообще, что это такое, отдельная тема, но, в принципе, посыл ее понятен. То есть она правильно уловила уже сразу суть того, что вот то же самое должно происходить именно даже в занятиях хатха-йогой. Так что, друзья, немного резюмируя, значит, в чем суть? Внимание – это самое главное. Да, еще, вот, ну, еще какую-то даже притчу, какую-то присказку расскажу, что, значит, есть такая в дзен традиции, значит, ученик спрашивает у мастера, он говорит, мастер, вот, что самое главное вообще в учении, да, вот, вот, самое-самое главное, расскажи мне вот вкратце совсем. Мастер, значит, берет, пишет одно слово, пишет слово «внимание», ставит точку. Ученик говорит, мастер, внимание, ну, это вот совсем кратко, вот, поясни, вот, может быть, чуть-чуть получше, что это значит, вот, что ты имеешь в виду. Мастер берет, добавляет еще одно слово, «внимание», ставит еще одну точку. Ученик говорит, внимание, внимание. Ну хорошо, мастер, ну может быть, ну совсем я такой тугодум, вот что значит внимание, как вот ты можешь мне еще раз рассказать. Значит, мастер берет, еще раз, третий раз дописывает слово внимание, точка. Ученик уже не выдерживает, говорит, что мастер. Что значит внимание? На что мастер отвечает, внимание значит внимание. Вот, как бы они полностью адекватно понимают суть вообще того, о чем идет речь. То есть внимание это самое важное. И куда оно направляется в каждый момент времени, да, вот определяет именно качество этого действия. То есть, ну отдельная тема, мы уже тоже про это говорили. То есть большинство людей сейчас живет как будто, в общем, они не понимают вообще того, в каком они теле находятся, то есть какая возможность им дана. И многие-многие другие вещи. Вот, если вы начинаете об этом задумываться, то начинайте учиться направлять свое внимание в правильные места, да. По большей части, в основном для большинства людей, это на первых этапах в тело. Особенно при занятиях хатха-йогой. Так что, друзья, вот такое вот видео, это йога и гимнастика, да, такой небольшой батл. Вообще, в чем разница и вообще как отличать и как этим заниматься качественно. То есть, такое видео нужно было сделать, потому что, ну, потому что мы говорим о хатха-йоге, вот, и хотим, чтобы люди занимались именно, как бы, ей качественно, правильно, и чтобы она приносила максимальные эффекты именно в изменении ума. Потому что это самое главное, то есть изменение тела, это просто внешнее отражение того, что происходит с умом. Но, опять же, не всегда, да, потому что можно быть великим гимнастом, каким-то акробатом, инстаграм-йогом, но при этом, как бы, с умом все равно будут определенные трудности. Так что, благодарим за внимание. Это Яков, канал Здравость. До скорого.